На сегодняшний день уголовное дело, расследуемое в ГСУ МВД, по факту дела осели ногой Баевой, который травматически ампутировали уши и нос, на сегодняшний день оно идет к логическому концу, то есть следствие завершается, и нас уверяют, что в ближайшее время дело будет передано в суд. Мы обратились с ходатайством, как защитники, обратились с ходатайством о депонировании показаний ребенка, который был очевидцем этого преступления, и самой осели ногой Баевой. У нас есть прекрасный институт, институт депонирования, для того, чтобы мы задепонировали показания и осель, и ребенка, и в дальнейшем в ходе судебного разбирательства не травмировали ни ребенка, ни саму осель, когда она будет бесконечно допрашиваться в ходе судебных процессов. Но ГСУ МВД отказала нам в депонировании, безосновательно. Далее мы обратились уже в суд к следственному суде, что мы также хотим задепонировать, что мы против того, чтобы ребенка и саму пострадавшую несколько раз допрашивали, и опять же они были в этой ситуации, перерассказывая всю трагедию, весь трагичный день, который произошел 20 сентября. Первомайским районным судом были задепонированы только показания ребенка, но суд не желает и не хочет депонировать показания само осель. Ссылаются на разные причины, которые не указаны в законе. Мы сейчас не знаем, будет ли проводиться операция, например, в Турции, будет ли проводиться операция за границей или здесь. Ее само состояние на сегодняшний день не позволяет, например, постоянно приходить на эти судебные процессы, к примеру. И сам факт, что женщина, подвергшая насилию, будет опять в зале судебного заседания лицом к лицу с насильником и воспроизводить все, что с ней происходило 20 сентября, это очень психологически сложно. Почему на сегодняшний день есть прекрасный институт депонирования, который ввели законодатели, который дает возможность задепонировать показания, и чтобы уже потерпевшие не проходили вторичную травму в суде, и этот институт не использует. Мы как адвокаты ходатайствуем, но получаем безосновательные отказы. Поэтому мы просим обратить внимание на этот вопрос, и мы опять же будем обращаться к следственному суде, чтобы задепонировать показания Остельного Гобаева. Это необходимо, потому что следственные органы выполнят свою задачу, а в истории, когда она должна защищать свои права и интересы в суде, будет очень много нюансов. Поэтому мы хотим использовать все правовые процедуры правильно и в интересах самой потерпевшей. Это говорит и трактует сам закон, поэтому почему его отказываются исполнять, нам на сегодняшний день неизвестно. То есть оснований для отказа так такового в депонировании показаний мы не видим. Остель сейчас на стадии реабилитации. Реабилитация чего? Ткани. Она проходит терапию, углотерапию и физиотерапию для того, чтобы восстановить рецепторы на лице, чтобы у нее искошено лицо, и помимо ампутации у нее порезы на лице. И вот эти порезы задели нервные окончания лица. Поэтому и сейчас идет регенерация тканей, к операции она на сегодняшний день не готова. И даже врачи не могут сказать, когда они приступят к первому этапу операции, потому что еще носовая раковина, ткани еще не срослись, то есть нет регенерации, там еще сочится все это, поэтому она и до сих пор ходит на перевязки. получает физиолечение для того, чтобы лицевые нервы начали свое функционирование, чтобы рецепторы немножко подготовить. И врачи сейчас ждут ее улучшения общего состояния. Но есть хорошие подвижки, потому что, как сама говорит Асель, что иглотерапия ей начала помогать, она начала чувствовать левую сторону щеки, лица, то есть до этого, вот с 20 сентября у нее не было таких, знаете, ощущений, она не чувствовала боль, движение лица, мимику не чувствовала с левой стороны, потому что помимо ампутации у нее уже и сполоса на все лицо. Опять же повторюсь, да, о том, что носовые раковины, ушные раковины, они не восстановлены. И каким этапом будет это восстановление еще пока неизвестно, потому что реконструкция носа планируется, но после того, как заживутся раны. То есть сейчас ушные раны, они зажились, стянулись, рубцы образовались, да, там килоидные рубцы есть на лице у нее. А вот на носу, носовая раковина, да, то, что от нее осталось, оно еще не зарубцевалось настолько, для того, чтобы могла производиться там операция, да, чтобы опять вот тот нос, который сейчас пришит у нее на лбу, ну, остатки раковины носа, этого, не раковина носа, а хрящей носа, для того, чтобы ее слепить, ну, грубо говоря, на вот таком языке, опять реконструировать в эту позицию, потому что это ее ткани, они были в кармашек, то есть искусственный кармашек создан на лбу, для того, чтобы эти ткани, отмершие ткани, опять регенерировались с ее кожей, и вот эти рецепторы, то есть вот этот остаток хряща, который сейчас есть у нее, вшит в ее лобную часть, чтобы ее реконструировать опять в нос, это этапы трех-четырех операций. И даже мы первый этап не приступили, потому что рана, которая сейчас у нее есть на носу, после ампутации, да, зверского, она еще не зажилась, она еще не стянулась, а как врачи уверяют, мы не знаем, это все зависит от ее иммунитета, от ее кожи, как эта рана там затянется, когда образуется рубец, и после этого только, после осмотра, они там могут запланировать какой-то этап, первый этап реконструкции носа. Ушные раковины, они затянулись, образовался килоидный рубец после операции, да, то есть они вшивали все эти, зашивали все эти раны после травматической ампутации. И на сегодняшний день она как бы проходит этот курс реабилитации для подготовки к основным операциям. Психологическое состояние, наверное, у нее наступает сейчас второй этап, когда она сначала отрицала все, что с ней произошло, то есть все ее состояние, все ее, когда она после перевязок увидела свое лицо, и все, у нее было полное отрицание и была истерика. На сегодняшний день она принимает себя, пытается осознать все это произошедшее. Семья очень оказывает большую поддержку ей, но она очень встревожена, не хочет давать, например, те же самые интервью, и у нее такая, знаете, больше закрытая позиция, она хочет уделить больше времени себе, ребенку, детям, потому что и дети тоже еще полностью не восстановлены, у них состояние, ну, в силу обстоятельств, что это дети, они в свои фокусы внимания, конечно, там, в связи с учебой, в связи с праздниками, они переменчивы, но сама Асель еще, конечно, проходит этот этап курс помощи, психологической поддержки, которую она получает от семьи. очень сложно принять себя в такой ситуации, и она очень надеется на то, что ожидаемые операции помогут ей хотя бы частично восстановить ее облик, потому что помимо восстановления облика у нее же есть еще и, да, то, что она не чувствует движения лица, свою мимику, она за это очень переживает, что нервы задеты были в ходе этого всего, и удастся ли ей вообще в целом, как бы, да, и через какое время удастся ей там спокойно выходить в общество, да, в таком виде, потому что до сих пор она перебинтована, и сейчас особо не желает коммуницировать ни со средствами массовой информации, поэтому мы, представляя ее интересы и представляя, защищая ее интересы и права, мы вынуждены, как бы, давать комментарии по ее состоянию здоровья.